Ребят, всем привет! Некоторые из вас уже успели задать вопрос мне вчера и сегодня, что случилось, почему изменилось настроение, состояние, самочувствие, что-то, наверное, опять с планетами. Я, конечно, не астролог, но немножко сейчас расскажу, и да, всё-таки случилось. Ну что ж, в этот раз у нас ретроградный Сатурн. Сатурн — очень интересная планета с нимбом вокруг, и хоть отношение к нему неоднозначное, он злой, там, вредитель, кармический учитель, но он существует, и нужно научиться правильно воспринимать его собственную энергию. Через энергии Сатурна мы познаём мир, осознаём себя, соотносим себя с миром, формируем внутреннюю устойчивость. Именно энергетическое влияние Сатурна помогает нам расставить приоритеты в целях по времени, фокусироваться на важном ради результата, брать на себя ответственность и быть организованными. Кстати, сама совесть формируется под воздействием сил этой планеты на нашу внутреннюю реальность. Итак, напомню процессы под управлением Сатурна. Фокусировка и концентрация. Затормаживание и замораживание. Мудрость и дисциплина. Ожидание, терпение и принятие. Сталкиваясь с такими процессами, каждый из нас реагирует совершенно по-разному. Кто-то воспринимает как препятствие и сопротивляется, кто-то впадает в депрессию и теряет осознание реальности. Но урок Сатурна состоит всегда в том, чтобы заставить нас с вами работать над собой. Когда же мы отходим от своего пути предназначения, нарушаем указания судьбы, не решаем поставленных Сатурном задач, есть огромная возможность наработать себе тяжелую карму, ведь Сатурн в некотором смысле король кармы. Таким образом, повелитель кармы заставит нас вернуться к нерешительности, неспешности, методично пересмотреть и даже перестроить наши повседневные процессы. Все неустойчивые системы должны будут рухнуть. И в это время не следует начинать какие-то новые проекты, поскольку их реализация может затянуться на очень длительный срок. Лучше всего немного остановиться в жизненной суматохе и хорошо проанализировать текущее положение дел, как они протекают и куда ведут, какой цель. В этот период не рекомендуется подписывать долгосрочные контракты, покупать недвижимость, переезжать, либо заключать браки. Итак, подведем итог. В последующие 4 месяца обратите внимание на уже знакомые, повторяющиеся ситуации. Возможно, вам будут встречаться разные люди, но ведут они себя одинаково или могут обладать типичными характерами. Либо вы будете проживать одну и ту же ситуацию, хоть и с разными людьми. Именно поэтому все мы получим важный период для личностного роста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова